Я сейчас поделюсь презентацией своей, и мы начнём сегодня работу. Всех хочу поприветствовать. Спасибо большое, что вы нашли время присоединиться к нашей сегодняшней встрече. У нас здесь в Санкт-Петербурге жарко. Надеюсь, что и у вас тоже тепло, и летняя погода вас радует. Сегодня мы будем говорить с вами о важном вопросе, который ставит перед нами Министерство просвещения. И о необходимости формирования функциональной грамотности напоминают нам федеральные и государственные образовательные стандарты, в том числе и через преподавание иностранного языка. В большей степени я сегодня буду говорить про формирование функциональной грамотности в начальной школе, но немножечко затрону также и младший подростковый возраст, то есть пятый и шестой класс частично. Тоже буду касаться этого возраста, потому что, в общем-то, всё взаимосвязано, и то, что мы делаем в начальной школе, имеет очень важную роль впоследствии, когда наши учащиеся переходят уже в среднюю школу, на этап основного общего образования. В большей степени я сегодня буду строить своё выступление и приводить примеры из серии книг для чтения, которая называется «Редап». На данный момент существуют книги со 2 по 11 класс, за исключением 7 класса. Над 7 классом мы сейчас активно работаем. В ближайшем будущем книга для 7 класса тоже появится в продаже. Достаточно скоро это произойдёт. Ну и я представлюсь, я, по-моему, забыла это сделать. Меня зовут Евгения Владимировна Костюк. Я являюсь автором серии книг для чтения «Редап». Ну, также и являюсь автором других учебников и учебных пособий для обучения английскому языку. Преподаю английский уже много лет, работаю в частной школе в Санкт-Петербурге. Ну и сейчас у нас горячее время, потому что, я думаю, не только я, но и многие из вас являются экспертами предметных комиссий по ОГЭ и ЕГЭ, по английскому языку. Ну, а мы окунёмся всё-таки в первый этап изучения иностранного языка в начальную школу. Ну и начну с того, что в совместном приказе Минпросвещения и Рособранадзора о внедрении новой методологии оценки качества образования даётся понятие функциональной грамотности и планирование работ на региональных и федеральных уровнях по её внедрению. Ну и сегодня понятие функциональной грамотности, включено в новые федеральные и государственные образовательные стандарты, является одним из требований. Позволю себе напомнить одно определение или, скорее, не определение, дать толкование этого понятия, потому что таких формальных научных определений есть несколько вариантов, но все они сходятся на том, что это способность человека использовать знания и приобретённые навыки для успешного решения различных жизненных задач, самого широкого спектра, связанного с различными сторонами нашей жизни, как в быту, так и в профессиональной сфере, ну и так и в сфере обучения, получения образования. Опять же, есть некоторые вариации того, что включается в составляющие этого понятия. Я буду пользоваться таким наиболее частым, наиболее частой типологией. Вы видите сейчас на слайде её. Это несколько видов грамотности. Читательская грамотность, естественно, научная грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность. Ну и такие понятия, как креативное мышление и некоторый набор глобальных компетенций, так называемых мягких навыков, ещё иногда используют такое понятие, которые тоже, в свою очередь, дробятся на различные подпункты. Об этом я чуть позже сегодня скажу. Ну и начну я, наверное, с наиболее важной части, на мой взгляд, функциональной грамотности – это читательская грамотность. Почему я считаю, что это наиболее важная часть? Потому что с неё всё начинается. О каком бы школьном предмете мы ни говорили, математика, история, биология, есть чёткая необходимость у учащегося и работать с текстами. С текстами разного характера, текстами разного жанра, нелинейными текстами, графическими текстами. И поэтому я считаю, что читательская грамотность – это такой краеугольный камень. Потому что это способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них, читать, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и участвовать в социальной жизни, в какой-то социальной, общественной жизни, общаться, иными словами, с окружающими нас людьми. Поскольку всё изменяется, мир не стоит на месте, то современность всегда предъявляет какие-то новые ожидания. Время идёт, и появляются новые требования, в том числе и новые отжидания от компетентного читателя. Например, не так давно мы и понятия не имели об электронных текстах. Сейчас умение читать электронные тексты, которые являются интерактивными, это одна из насущных задач, которую мы, в общем-то, решаем на ежедневной основе. Также нам важно, чтобы современный компетентный читатель умел работать с множественным текстом, то есть брать несколько разных источников, интерпретировать информацию, обобщать её, отбирать информацию, компилировать её, критически оценивать. Естественно, расширяется и обновляется тематика текстов. Появляются новые темы, новые направления знаний, новые области знаний. Ну и уже давно нелинейный текст стал таким видом текста, который сопровождает нас в течение всей жизни, потому что, как правило, любые прагматические тексты, они носят нелинейный характер. Имеют нелинейный характер. Ну и, наверное, для нашей методики преподавания иностранных языков в России типично, что мы всегда придавали большое значение обучению чтению и вообще тексту. Тексту как источнику информации, тексту как образцу для говорения, тексту как источнику лингвистических знаний, тексту как способ обучения языковым и опорам и лексическому содержанию. И поэтому подбор текстов при обучении иностранному языку – это очень важная часть преподавания, очень важная часть методики. Как мы будем отбирать с вами тексты? И вообще, как отбирались тексты для тех пособий, о которых я сегодня говорю? Мы старались использовать большое, в первую очередь, большое разнообразие с разных точек зрения. Не просто разнообразие по тематике, а и разнообразие по формату, то есть сплошные, несплошные, смешанные, составные тексты. Я приведу примеры каждых чуть позже. Разнообразие по типу, то есть описание, повествование, рассуждение и сообщение. Разнообразие с точки зрения организации и навигации по тексту, потому что тексты могут быть статические, а также динамические. И динамический текст не обязательно – это электронный, компьютерный вариант текста. Текст, напечатанный, тоже может быть динамическим, потому что ученик может создавать какие-то части этого текста самостоятельно. Таким образом, текст под влиянием работы ученика с ним будет изменяться. У каждого ученика он может изменяться по-своему. С точки зрения объема разнообразия текста, грамматической сложности и степени знакомства читателя с предметом. Потому что, так как я больше сегодня фокусируюсь на начальной школе, в начальной школе у нас учащихся пока еще ограниченных жизненный опыт и круг тех проблем, с которыми они сталкивались в течение жизни. Поэтому какие-то темы действительно могут быть для них новыми, с которыми они раньше не встречались или встречались в очень ограниченном объеме. Я начну с формата текста. То есть, повторюсь, основой формирования читательской грамотности является подбор текстов так, чтобы у учащихся было достаточно практики в работе с различными форматами этого текста. Вот в данном случае вы видите пример сплошного текста. Ну, это классическими примерами могут быть рассказы, сказки. В данном случае это африканская легенда. Это сплошной текст обычно состоит из предложений, которые соединены в абзацы. В тексте есть какие-то указатели, например, шрифты, абзацы, какие-то слова, указатели, которые помогают нам пробраться через смысл этого текста. Ну, вот в данном случае они тоже есть. Ну, и раз уж я говорила про динамический текст, вот здесь в данном случае это как раз пример печатного, но динамического текста. В этом тексте есть пропуски, пробелы. Вы здесь можете видеть такие прочерки, ну, как бы подчеркивания, где есть пробел. И учащиеся должны добавить информацию, выбрав ее из предоставленного им списка предложений дополнительных, подобрать. Какие предложения, какие мысли подойдут в текст и дополняют его наилучшим образом. Ну, вот это пример сплошного текста. Несплошных текстов или нелинейных, как их иначе называют, тоже существует большое количество. У меня здесь в слевой части слайда вы видите несколько примеров. Это интервью, различного рода списки, таблицы, графики, диаграммы, объявления, расписания, географические карты, билеты и тому подобные вещи. То есть, ну, как я уже сказала, вы видите, что несплошные тексты очень часто носят драматические характеры. На этом слайде вы видите два примера. Один из них – это The Journal of George Stanley, то есть дневник. Коллеги, у кого-то включен микрофон и присутствует шум. Проверьте, чтобы у вас микрофон был выключен, это может мешать кому-то. Дневник, да, в котором есть заметки, записки о том, что мальчик делал в тот или иной день. И второй пример текста здесь – это очень простой, простенький текст. Это пример сборника для чтения для второго класса. Это просто бирка для собачки. Она содержит простую информацию – имя, адрес, телефонный номер хозяина. Но это тоже нелинейный текст. Еще пара примеров. Это уже для младших подростков. Пример из шестого класса. Здесь описание тура по реке Енисей, ежедневное планирование тура, план и какая-то краткая информация о маршруте. Ну и тоже очень часто встречающиеся тексты в жизни, с которыми мы работаем – это рекламные объявления. В данном случае рекламные объявления каких-то образовательных клубов, кружков по интересам. Это все примеры не сплошных или нелинейных текстов для формирования читательской грамотности имеют большое значение. Смешанный текст представляет собой сочетание, где в одном тексте внутри располагается, как информация в сплошном формате, так и не сплошном. Вот слева пример повествования о том, как проводят школьный день дети, если мне не изменяет память, в школе в Никарагуа. И там же есть расписание. Это уже нелинейно представленная информация. И учащимся нужно частично информацию подчеркнуть из сплошного текста, частично из несплошного. Ну и дальше провести с ней определенные операции, заключения и сделать выводы. Справа вы видите пример информационного текста про временные зоны. И, соответственно, они же, эта же информация представлена на карте и в виде такой шкалы цветовой. Ну и четвертый формат текста – это составной. Составной текст состоит из нескольких текстов. В принципе, каждый из этих текстов можно использовать независимо. Он является связным, он является законченным. Но мы их объединили по теме, как, например, в данной ситуации мы говорим о волшебных существах и различных сказок, и легенд про курсалок, про ведьм. И у нас есть описание характеристик, которые мы должны прочитать, вникнуть в детали и соотнести с изображениями и с названием этих волшебных существ. Вот. Таким образом, первая важная мысль, которую я сейчас обобщу, является, что у учащихся должна быть возможность доступа ко всем этим четырем основным форматам текстов и возможность с ними работать. Не забываем также про типы текстов в наших федеральных государственных образовательных стандартах. Они нам названы. Это описание, сообщение, повествование и рассуждение. Ну и, соответственно, для начальной школьной рассуждения отсутствуют в ОГОСах, но частично мы их тоже используем. Здесь тоже вы можете увидеть пример описания. Это описание, в данном случае, картины, всем хорошо известной, которую написал великий русский художник Иван Шишкин. А справа вы видите уже пример информационного текста или иначе это называется тип текста сообщения. И в данном случае информация о кухне различных регионов России. Если говорить о повествовании, то вот слева вы видите пример повествования, краткое содержание фильма про Зевса и Роксану, повествующий о дружбе собаки и дельфина. И справа вы видите отдельный тип текста. Я вот решила его выделить в отдельную группу, потому что для начальной школы этот тип текстов играет очень важную роль. Это комиксы. Почему я это выделила в отдельную группу? Потому что, с одной стороны, это вроде как и сплошной текст. То есть мы его можем, в принципе, написать без картинок, прочитать по ролям или целиком, и он будет выглядеть как сплошной. Но разбавляя его картинки мы таким образом даем ученику возможность получить информацию еще и из визуального источника. И таким образом мы намеренно сплошной текст делаем не сплошным, помогая ученику получать информацию сразу из двух источников – из картинки и из текста. Поэтому комикс я бы выделила вообще в отдельный тип текстов. И с одной стороны, таким образом можно увеличить количество прочитываемого материала, потому что картинки создают иллюзию, что текста там не так уж и сильно много. А с другой стороны, на самом деле мозг работает при восприятии комиксов, достаточно активно, потому что картинка – это же на самом деле не только подсказка, а это же тоже информация, просто представленная в другом виде. И надо отметить, что картинка же не дублирует то, что написано в Speech Bubbles, она помогает понять контекст, когда это было сказано, кем это было сказано и в какой ситуации. Что тоже для учащихся важно с точки зрения их социального развития, а не только с точки зрения формирования читательской грамотности. Перейду к математической грамотности. Как я уже сказала, начинается все со слова, все с читательской грамотности, потому что, когда мы формируем математическую грамотность, мы же тоже делаем это с помощью текста. И вот несколько примеров, как через урок английского языка можно способствовать формированию математической грамотности в том числе. Слева вы видите, например, загадки, шарады, я бы даже так сказала. My first letter is in salad and in sweets. My second letter is in grapefruit and in banana. My third letter is in milk and in flour. My fourth letter is in lettuce and in carrot. You never eat me alone, but often with other food. What am I? Ну и, соответственно, учащиеся догадываются, что же это такое. Ну и понимают, что, скорее всего, это соль. Да, соль. Ну и таким образом тут присутствует порядок. В начальной школе это не так уж и просто определить по порядку, какая это буква. Плюс мы работаем с аналитическими способностями, потому что учащиеся анализируют слова и находят, какая же есть буква и в одном, и в другом слове. Ну и, соответственно, делают вывод, что же получается за слово. Сверху есть пример еще одной загадки логической. Ну а справа вы видите примеры, где нужно тоже проанализировать слова и соотнести их с их численным выражением. Это тоже решит загадку. То есть математическая грамотность мы формируем за счет работы с заданиями, которые нацеливают ребят на нахождение различных закономерностей. Ну и еще несколько примеров из более старшей школы, из пятого и шестого класса. Слева, например, задание, которое предваряет чтение текста про различные рекорды, которые в России существуют. И у нас здесь три столбца. Слева просто числа, какие-то разные, какие-то из них отрицательные, какие-то очень большие, какие-то там есть целые и десятые у них. Потом идет наименование. А потом идет понятие, к чему эта количественная характеристика может относиться. И учащиеся должны посмотреть, предугадать, предсказать. Вот эта цифра, она вообще что может означать? 17 миллионов. Это может быть высота Московского государства и университета. А вот минус 71,2. Это могут быть годы и возраст озера Байкал. Или нет. Или это невозможно. То есть учащиеся думают о смысле численного выражения, о том, в чем это измеряется и соотносят с какими-то объектами, пытаясь найти им связь между численным выражением и смыслом. Ну а справа вы видите текст. Если мы вспомним, о чем я говорила в предыдущих слайдах, то это смешанный формат. Тут есть и сплошной текст, и не сплошной, не линейный, не диаграмма. И в сплошном тексте мы читаем какую-то информацию, но части ее не хватает. Опять же, это пример динамического текста, потому что мы его можем видоизменить. И, соответственно, мы выбираем, мы смотрим на нелинейно представленную информацию, на линейно представленную информацию и ее компилируем, соединяем. Вот как раз работая с тем требованием к современному читателю, с которым мы часто сталкиваемся, когда человеку нужно извлечь информацию из нескольких источников и синтезировать что-то новое, применить ее самостоятельно. Ну и в данном случае учащиеся дополняют численной информацией сплошной текст, а численную информацию они берут из диаграммы. Все это способствует формированию и развитию математической грамотности, но, повторюсь, основано это на тексте, основано это на слове, поэтому наш предмет с вами, иностранный язык, он открывает такие огромные перед нами возможности. Перейду к естественно научной грамотности. Обычно эта часть функциональной грамотности, вернее задания, которые мы используем, находит очень живой отклик в душах наших учеников, потому что они обычно в начальной школе, и когда они являются младшими подростками в пятом, шестом классе, они очень любят все, что имеет отношение к животным, к природе, живо этим интересуются, даже не обязательно на уроке иностранного языка, но и просто в жизни. Обычно их привлекают и фильмы, и мультфильмы, и какие-то книжки, рассказывающие о животных, о природе. Ну и мы формируем естественную научную грамотность в пособии редакт. Ну, во-первых, и самый очевидный способ это используя эту тематику в текстах. Ну, вот слева вы, например, видите пример из учебника третьего класса, описание различных яиц, различных яиц, кладущих животных, насекомых и других живых существ. Ну, и учащиеся должны, прочитав эти тексты, соотнести эту информацию с картинками. Попутно, читая этот текст, они узнают новую для себя информацию, повышают свою, естественно, научную грамотность. Ну, в более старшем возрасте, когда мы читаем какие-то тексты, мы даем какие-то такие справочные материалы, небольшая такая справочка. Вот в данной ситуации есть справочка про бобра. Ну, а на более высоком уровне, когда мы добираемся до пятого, шестого класса, мы уже работаем больше не столько с информацией, сколько с научными понятиями. И вот есть, например, таблица, где есть утверждения, и учащиеся должны решить, они согласны с этими научными утверждениями, это является так на самом деле, все ли объекты имеют тень, действительно ли тень меняет свой размер в течение дня, действительно ли свет составлен из различных цветов, всегда ли мы можем видеть радугу, когда идет дождь. И если мы будем идти достаточно долго, дойдем ли мы до конца радуги? Ну, и вообще в природе существует более тысячи различных цветов. Согласны ли они с этой информацией? Не знаю или не согласны. Или они честно признаются, что они не знают. А дальше они уже начинают проводить какие-то опыты, читать текст, и делают вывод о том, были ли их научные понятия правильными или не совсем. Еще несколько примеров, чтобы у вас создалось более глубокое впечатление о том, как мы работаем с естественно-научной грамотностью. Вот слева, например, мы предлагаем учащимся разгадать загадку, что же это такая за формула, и что обозначают эти цифры, что обозначают эти буквы, что же это может быть. Ну и принимаем, естественно, все версии, все идеи. Дети у нас могут быть очень творческими, очень находчивыми. Ну а потом мы читаем текст и понимаем, что это формула карельского леса, которая нам показывает, какие растения, какие деревья растут в карельском лесу и в каком соотношении. Ну и ребята узнают, что если они хотят увидеть необычный памятник, они могут поехать в Петрозаводск и посмотреть на него. Ну или вот это уже пример тоже. Это для четвертого класса из начальной школы. Учащиеся читают информацию, знакомятся с информацией про Антарктику и про Арктику и, используя информацию из текста, наносят информацию на карту. Ну и потом, после того, как они нанесли информацию на карту, они еще и работают с таблицей и соотносят, какие явления типичны и встречаются в арктической части нашего земного шара, а какие в Антарктике. То есть такое комплексное задание, подразумевающее несколько действий с текстом. И вообще на самом деле вот в этом пособии редап это, наверное, общий подход. Мы с каждым текстом работаем очень глубоко, пытаемся из него вытащить максимум не только лексическая составляющая, не только грамматические структуры, не только пересказать кратко или подробно, но и способствовать общему развитию ребенка. Ну а развитие функциональной грамотности, конечно, способствует развитию наших детей. Обратимся к следующей составляющей функциональной грамотности. Это креативное мышление. Креативное мышление мы можем развивать на наших уроках огромным количеством способов, например, привлекая умения из какой-то другой сферы. Ну вот, например, любит ребенок рисовать. Мы предложим, после того, как прочитаем текст про олимпийские символы, нарисовать своего олимпийского символа. Ну или, например, придумать символ для своего класса или для своей школы. А тех ребят, которые больше интересуются лингвистикой, им мы, например, можем предложить задание досочинять стихотворение или сочинить стихотворение по образцу. Например, вот Mary eating cherries, очень простая считалочка традиционная, английская. Мы ее прочитав, предлагаем ребятам сочинить свою. Например, не про вишни, а уже про яблоки или про печенье или про шоколадки или про маффины. Кому что нравится. Ну и использовать какие-то другие слова. Еще один пример креативного мышления, творчества. Оно же не всегда только в языке или в рисовании, не всегда в прикладном таком значении. Еще же есть, например, артистические способности, актерское мастерство. И вот здесь пример как раз такой. В шестом классе у нас каждый юнит заканчивается неким проектом. И каждый проект разный. И вот это проект игровой. Ребятам нужно разыграть ток-шоу. У каждого есть какая-то своя роль какая-то. Это проекты после юнита, который посвящен здоровому образу жизни. И еда, и спорт, и сон. Несколько аспектов здорового образа жизни рассматриваются в этом разделе. Ну и в том числе различного рода диеты, насколько это хорошо, полезно и вообще стоит ли. И, соответственно, есть роли. Кто-то профессиональный спортсмен, кто-то вегетарианец, кто-то эксперт по диетическому питанию, кто-то просто подросток, который любит фастфуд, кто-то психолог. Ну и два ведущих шоу. Ну и, соответственно, у учащихся есть возможность подготовиться к шоу, у ведущих шоу, составить вопросы, продумать, кому они, какие вопросы будут задавать. У других героев этого шоу продумать их историю, продумать свою точку зрения, подобрать аргументы для своей точки зрения. Ну и в конце концов мы разыгрываем, проявляя еще и свое актерское мастерство. Говоря о глобальных компетенциях, здесь, конечно, есть большое количество составляющих, но и одна из них, например, это умение учиться. Это learning to learn skills. Ну вот слева я хочу привести пример, как мы работаем с умением работать со словарем. Важное умение нам нужно проверять частенько в жизни, не только в школе. Нам нужно проверить, правильно ли мы используем слово, какое слово подобрать. И здесь вот dictionary skills, они очень важны. Ну и вот такие регулярные странички dictionary skills помогают ребятам освоить какие-то навыки, работая со словарем, расширив свои умения учиться, свои learning to learn skills. Извините. А справа, например, это несколько другой уже аспект глобальных компетенций. В данном случае речь идет о планировании, о составлении, например, плана на день. И учащиеся анализируют, что же они делают в течение дня, и составляют pie chart с информацией о себе, сколько они спят, да, это уже обозначено, сколько они в школе проводят времени, сколько на домашние задания, сколько на помощь по дому, сколько на спорт, на хобби, на время с друзьями, ну, на гаджеты, например. Вот. Сначала, ну, вы видите, что с одной стороны это в том числе и способствует математической грамотности, но в данном случае мы это используем не с этой целью, а с целью рассказать про свой план на день. И здесь можно, например, противопоставить свой план на день и как тебе кажется с точки зрения идеального плана на день, правильного плана на день в здоровом образе жизни, как это будет выглядеть. Ну, и, соответственно, например, они могут составить такой план на следующий день. Какие еще навыки и умения, касающиеся глобальной компетенции, мы прокачиваем в наших пособиях? Например, мы учим учащихся делать сообщения на основе прочитанного текста. У учащихся есть основа текста, например, вот про Льюиса Кэрролла. Известный детский писатель. Ну, с одной стороны, мы развиваем кругозор детей, развиваем их социокультурную компетенцию. Помним, что информация о детских писателях, о детской литературе англоязычной, это тоже часть знаний, которые нам предписывает ВОЗ. Но здесь дополнительной функцией является умение компилировать информацию и умение выделять важное. Мы начинаем с того, что говорим, ребята, устное сообщение должно содержать самые важные факты из прочитанного текста. Посмотри на данные ниже названия, имена, цифры, и найди, с какими фактами из жизни Льюиса Кэрролла они связаны. А вот теперь посмотри на эти факты, на набор фактов. Достаточно длинный перечень и отметь галочкой то, что тебе кажется наиболее важным для того, чтобы представить этого писателя своим друзьям, а крестиком то, что тебе кажется менее важным, не столь значительным. И таким образом мы учим ребят отбирать информацию, потом подчеркиваем ключевые слова в отмеченных важных фактах, и дальше просим составить план и рассказать, ну и, собственно, рассказать о Льюисе Кэрролле. Таким образом, с точки зрения языка и английского, изучения английского, мы обучаем пересказу, а с точки зрения глобальных умений мы учим правильно отбирать факты. Ну, здесь вы видите еще один пример раздела, который есть в серии RedUp. Это раздел, в котором мы знакомимся с различными жанрами текстов и учимся различать, что является фактом, а что является мнением. Это тоже важно как для жизни, так и для обучения в школе. Несомненно, важной глобальной компетенцией являются навыки работы с информацией. В общем-то, каждый текст и каждое упражнение в этой серии нацелено именно на это, на то, чтобы учащиеся научились работать с информацией, представленной в различных текстах. Здесь еще два примера для того, чтобы сделать более понятным, ну, скажем, больше представить спектр таких заданий, чтобы было более полное представление у вас. Ну, вот слева вы видите текст про людей, которые больше любят кошек, людей, которые больше любят собак. И нужно сначала предположить, как ребятам кажется, вот те, кто любят кошек, и те, кто любят собак, это вообще одинаковые люди или разные? Какие характеристики они имеют? А может быть, какие-то характеристики у них общие? И те, и другие, например, являются энергичными. Или, может быть, и те, и другие являются умными. Или и те, и другие являются творческими. У учащихся есть свобода высказывания своего мнения. Дальше они читают текст, в котором выражено мнение одного из психологов и, соответственно, делают вывод, насколько они близки были к этому мнению, существующему в науке. А справа вы видите пример, когда ребята проводят один и тот же опрос среди студентов и среди учителей, обобщают информацию, представляют ее в графической форме, показывают ее в процентах. То есть, с одной стороны, мы работаем с математической грамотностью, а с другой стороны, учимся фиксировать информацию и учимся ее представлять в различных формах. Несколько примеров еще позволю себе привести. Более подробно уже говорить не буду. В общем-то, здесь видно, что требуется сделать. Слева вы видите логическую загадку. У нас есть 6 человек. Сьюзен, Сэм, Майкл, Мелисса, Александра и Аллен. И у них есть у каждого свое хобби. И мы путаем-путаем, крутим, даем им целых детям 15 фактов разных. И ребятам нужно пробраться через эти факты и все-таки понять, кто из ребят какое хобби предпочитает. Вот. Ну, справа вы видите более традиционный формат задания. Но он из учебника для второго класса. Вы видите, здесь очень простая лексика, базовые глаголы, простейшая структура с глаголом модальным can. Но при этом с точки зрения информации ее здесь достаточно много. И чтобы выполнить задание, определить, какую из собак на рисунках как зовут, нужно очень внимательно прочитать текст и обратить внимание на каждую деталь. Еще одним из направлений глобальной компетенции является этикет и навыки бесконфликтного общения. Это тоже важная часть обучения и важная часть функциональной грамотности. Ну, и иностранный язык здесь тоже предоставляет огромное поле для творчества, потому что иностранный язык – это средство общения. Ну, и, безусловно, им должно быть присущ быть этикет, соблюдение этикета и умение выходить из конфликтных ситуаций. Ну, и здесь несколько примеров. Мы показываем, например, различные способы ребятам, как запоминать лексику. И одна из них как раз вот с друзьями. Как ребята с друзьями могут вместе в творческой форме, общаясь, готовить домашнее задание. И даже фотографию им разместили, как они могут это делать в группах. Ну, а слева вы видите групповую игру про лепреконов. Есть правила, есть необходимые материалы, есть инструкция к игре. Ну, и здесь мы делаем акцент уже на соблюдении правил игры. Еще два примера. Это слева, например, мы разыгрываем ситуацию, когда в класс пришел новый ученик, и мы хотим с ним подружиться. Какие пять-шесть вопросов мы можем ему задать? Таким образом, мы ставим ребят в ситуацию, которая требует эмпатии, которая требует проявить внимание и чуткость по отношению к своему однокласснику. И предлагаем им разыграть эту ситуацию, каждому почувствовать себя в роли такого нового ученика. Ну, а справа, на самом деле, умение вот так правильно общаться, не обязательно формировать, придумывать какую-то ситуацию. Это можно сделать в любой теме. Например, в теме про спорт мы обсудим правила спортивного и неспортивного поведения. Как следует себя вести и не следует себя вести, когда, например, ты выигрываешь или когда ты проигрываешь. Что является спортивным поведением, а что не очень. Подводя итоги своему сегодняшнему выступлению, хочу сказать, что мы с вами необыкновенно удачливые люди, потому что нам очень повезло со школьным предметом, который мы преподаем. Мы очень многому можем научить наших детей и помочь им стать компетентными людьми, которые будут иметь высокий уровень функциональной грамотности и легко справляться со своими жизненными задачами. Вот, коллеги, большое спасибо за внимание, за то, что вы поприсутствовали. Я думаю, что сейчас Zoom уже будет заканчиваться. Есть ли тут ограничения? Нет, Владимир, у нас нет ограничений. А, если нет ограничений, у меня уже выработался навык говорить обо всем в рамках 40 минут. Вот, поэтому тогда у нас есть возможность, если вы хотите задать какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Если что-то особенно заинтересовало или, может быть, что-то осталось непонятным, я быстро что-то проскочила. Да, вот здесь был вопрос, примеры на экране из учебников RedUp. Да, это примеры для из учебников RedUp. Вот, так, был жалоб про звук, но мне кажется, это было единичное, потому что, в общем-то, больше не было жалоб. Не ответила там пользователя в личности, да? А, все в порядке, да? Вот, коллеги, вам тоже большое спасибо. Ну вот, появились, если у вас... Спасибо за приятный отзыв, да, что мне рада, что вам примеры понравились. Мне они тоже нравятся. Коллеги, вы можете задать вопрос необязательно в чате, вы можете включить микрофон и задать Евгению Владимировне вопрос через микрофон. Да, если так будет удобно, я тоже с удовольствием отвечу. Ну, серия книг действительно интересная. Сегодня мы с вами смотрели больше на аспект, касающийся формирования функциональной грамотности, но эта серия для книг еще имеет очень сильный, я бы сказала, воспитательный потенциал. Коллеги, большое спасибо. Если у вас есть, будут какие-то потом вопросы, я думаю, вы можете их передать через издательство. Вот, я с удовольствием отвечу. Вот, тогда, если каких-то вопросов не появилось, я еще раз всех поздравляю с окончанием учебного года. Подходит ли это для пособия для индивидуальных занятий? Ну, прекрасно подходит, потому что, во-первых, как бы материал текстов подобран под все-таки, для того, чтобы он соответствовал ОМК, большей части ОМК тематически и грамматически. Поэтому это будет и помогать ребенку расти в плане иностранного языка, ну и с точки зрения индивидуальной работы у вас будет возможность с какими-то текстами подольше поработать, с какими-то поменьше, потому что учебник очень насыщенный. Он содержит большое количество материалов, и, наверное, если его использовать вместе еще с каким-то учебником, вам придется выбирать. Все, конечно, в уроке вы не сможете использовать, а для индивидуальных занятий – милое дело. Вот, коллеги, большое спасибо вам тоже, всех с окончанием учебного года. Хорошего лета. Я тогда прощаюсь. Была рада всех вас еще видеть и поговорить про обучение иностранному языку. Спасибо, Евгения.